так все скрутили и теперь сворачиваем ее вот так вот калачиком всем привет это папа мама волк меня зовут алена и сегодня мы с вами будем готовить лепешки по рецепту turkish people мы посмотрели у turkish people видео про только на вкусные лепешки с луком и решили сделать то же самое попробовать что получится у нас надеемся тоже получится вкусно и так что вам понадобится для этих лепешек мука вода соль масло это подсолнечное масло мы решили сделать их с луком с колбасой и с джемом для детей попробую три разных начинки для лука вам понадобится паприка и сливочное масло сейчас расскажу в пропорциях муки вам нужно будет брать 600 грамм 600 грамм это примерно 4 лепешки ну в принципе наесться я думаю вам хватит на один раз 600 грамм муки 300 миллилитров воды на 300 миллилитров воды нужно будет 2 чайные ложки соли и 2 столовые ложки растительного масла в описании к видео оставлю пропорции чтобы вы должны ну что поехали мука потом понадобится когда будете делать лепешки для раскатывания так 600 грамм муки не отмерили теперь одну чайную ложку соли вы добавляете в воду одну чайную ложку соли вы добавляете я буду замешивать тесто тут внутри мне так удобней если вам мешать на столе вы можете сразу вливать на стол и все остальное не замешивать на столе мне на столе не очень удобно так 300 миллилитров воды и сюда же 2 столовые ложки и начинаете замешивать тесто на вымешивание тесто уйдет примерно минут 7-10 наверно зависит от того с какой интенсивностью вы мешаете как хорошо у вас это получается после того как тесто замесили ему нужно дать отдохнуть минут 15-20 вы соответственно можете пока приступить к начинке вот тесто замесили а его обязательно чем по церкву закрыть чтобы она не зарядилась но и мы с вами берем пока его сторон так и приступим к начинкам у нас будет лук колбаса и джам но мы начнем с лук потому что вы нужно немножко подмариновать чтобы он тоже дал свой вкус к будем резать лук возьмем две луковицы лук нужно нарезать тонко кольцами ну лучше полукольцами или четвертинки на колец а я буду резать четвертинками мне так удобней и его нужно будет на всякий случай промыть в холодной воде чтобы он не был коренький итак лук порезали теперь идем промывать его под холодной воды можно лук просто замочить в холодной воде минус на 5 и он тоже не будет горьким ну что лук мы с вами промыли ой такой он жесткий лук знаете на слезы пробивает каждый раз таки в лук мы добавляем примерно 1 чайную ложку соли можно чуть поменьше чтобы не было соленого и берем паприку молотую тоже добавляем сюда можно поперчить по вкусу перемешиваем вот получается вот так примерно и это тоже на 15-20 минут нужно поставить чтобы оно пропыталось оставляем в сторону пока порежем с вами колбасу варианты начинки могут быть абсолютно разными можно сделать зеленью очень вкусно получается с зеленью вот таким вот луком как мы сейчас сделали просто смешать вот можно сделать например мы пробовали с сыром и со шпинатом с таким плавным сыром тоже получилось достаточно вкусно единственное что побольше шпината туда добавляет все что вы любите на ваш вкус как вам больше нравится добавляете мешаете миксуете пробуйте получается вкусно у вас и много резки нужно потому что и там на одну лепешку и этого будет так все с этим закончили сложу сюда сейчас осталось уберем все лишнее и займемся тестом с вами раскаткой мы берем наше тесто оно у нас немножко отдохнуло его нужно разделить на 4 части будем готовить из этого количества 4 лепешки каждую часть скатать шарик еще раз их немножко помять размять и скатать вот такие вот шарики так три шарика мы пока оставляем в сторону а с четвертым будем работать что нам нужно будет сделать вот так три шарика сюда четвертый шарик мы берем катаем шарик подсыпаем немножечко муки на стол и начинаем катать вам на самом деле нужно раскатать как можно тоньше максимально тонко как у вас получится раскатываем нашу лепешку теперь берем сливочное масло ну я возьму грамм 50 пока его нужно будет растопить я топлю его обычно в микроновку сейчас растопим с вами масло все масло растопили и этим маслом нужно смазать лепешку полностью так чтобы масло было везде 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 не жалея масло так остатки масла пока оставляем она нам еще понадобится и первую лепешку сделаем с вами с луком давайте раскладываем лук лук нужно раскладывать тонким слоем но по всей лепешке прям по всей начинаем нашу лепешку скатывать в трубочку так вот аккуратно все концы отжимаем аккуратно так все скрутили и теперь сворачиваем ее в лепешку вот так вот калачиком вот так свернули калачиком и оставляем отдыхать на 15 минут пока мы с вами будем делать лепешку и эту откладываем в сторону берем следующую лепешку точно так же подсыпем муки точно так же катаем опять берем масло у нас вот тут маловато поэтому сейчас будем еще растапливать и раскладываем вторую начинку потихонечку сворачивать все в трубочку и убираем берем третий и проделываем с ним все то же самое и эту тоже смазываем немножечко маслом будем надеяться что она получится я хочу сделать ее с джемом но нужно немножко смазать маслом чтобы оно было помягче чуть-чуть так берем наш джем так и тоже ее сворачиваем так и тоже ее сворачиваем сейчас мы с вами берем нашу первую лепешку которую мы делали с луком и пойдем ее с вами жарить мы ее с вами берем и нам ее нужно немножечко раскрыть вот так вот руками открываем ее открываем ее все сейчас мы пойдем ее жарить так берете любую сковородку которая вам удобна наливаете масло включаете плиту и ждете пока масло раскалится чтобы оно для лепешки не впитывало в себя жир когда нагреется сковородку убавляете я оставлю где-то на семерку из девяти и поджариваете вашу лепешку опустили на сковородку и закрываете крышкой я поджариваю примерно две минуты с каждой стороны чтобы она не зажарилась очень сильно переворачиваю ее получается где-то то есть по две минуты с каждой стороны по три раза так ну что две минуты прошли берем и оп переворачиваем две минуты с другой стороны вот в принципе наша лепешка готова я выкладываю их на полотенце чтобы жир немного стек так пока выключаем и идем с вами делать следующую возвращаемся к нашим оставшимся лепешкам берем ту которая у нас была с колбаской так и точно так же ее проминаем и и и и и и и 2 лепешка тоже готова убираем ее сюда здесь добавим немножечко масла и поджарим третью все готово осталось мы с вами только попробовать как это на вкус остывают они очень долго сильно очень долго остаются горячими я разрезаю ножницами мне так удобнее можно конечно порезать ножиком можно просто отрывать это уж так попробуем небольшой кусочек покажу вам вот такой вот он внутри давайте пробовать на вкус вкусно получилось вкусно он не соленый то есть самый раз соли всего лук чувствуется но он не хрустит вот очень вкусно давайте посмотрим что получилось здесь с колбасой я делаю первый раз в прошлый раз мы делали только с луком здесь получается наверху такая вот поджаренная вот такая вот поджаренная колбаска внутри он вот такой вот этот еще вкуснее когда можно добавить знаете кетчупом и сыром и вот как мини-пицца в общем очень вкусно и осталось попробовать сладкий но он очень горячим я его только что достала вот поэтому отрежу маленький кусочек вот тут сбоку и попробую его сладкий тоже получился вкусный у меня здесь немножко вытек джемом так не пожарился а вот но в целом он такой не очень сладкий вкусный пирог такой с клубничными носками ну вот и все надеюсь мое видео было вам полезно если было полезно то ставьте лайки подписывайтесь на наш канал задавайте в комментариях любые вопросы которые вам интересны возможно у вас есть какие-то свои проверенные рецепты быстрых ужинов я тоже буду очень рада любым рецептом всем спасибо за просмотр всем хорошим настроением всем пока пока